Хочу вам рассказать, как происходит выход третьего глаза на лоб. В общем, это не просто так, что тренировки какие-то нужны или еще что-то. В общем-то, совсем не так. Вот летом прошлого года мне как бы вот в июле стало очень плохо. Сначала было такое ощущение, как сильное отравление. Потом, после этого, было как бы сильное, как загрипповало. Ну, я как бы на тот момент не особо обратила на это внимание, но приболела, приболела. И потом я обнаруживаю у себя, в общем-то, как бы третий глаз. Но не в таком виде, поменьше, конечно. И на видео его, в общем-то, не было видно. Вот через полгода, это, в общем-то, зимой этого года, у меня опять то же самое повторяется. То есть сначала сильнейшее отравление, а потом от этого выздоравливаю, и потом сразу как будто грипп, как бы сильный грипп еще и как бы с осложнениями. И вот после этого я увидела, что глаз, в общем-то, стал намного ярче, намного сильнее, то есть припухлость намного сильнее. И, в общем-то, его стало видно. Вот в предыдущем видео я показала вам лоб, что вообще на лбу происходит, что там именно припухлость идет. И влияет ли этот третий глаз на ясновидение, я бы не сказала. Как видела, так и продолжаю, в общем-то, видеть. Но когда вот закрываешь глаза, то я начинаю видеть комнату. То есть третий глаз, это сам по себе как-то видит. Я не знаю в точности его предназначения, как бы еще и не практиковала это, и буду практиковать только, когда он окончательно уже выйдет полностью. Каждый раз я буду вам давать видео и показывать, в каком, в общем-то, он состоянии и что со мной происходит. Я думаю, это не только мне интересно, а это, в общем-то, интересно многим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому